Добрый день, друзья! На связи Якуб Дмитрий из Экоцентра Мечта. И сегодня я с вами хотел бы поделиться рецептом овсяного кваса. Это один из тех напитков, которые мы готовим на входе и на выходе из сухого голодания. И мы заметили, что эффект от программы гораздо лучше и выше, когда на входе и на выходе вы пьете какие-нибудь ферментированные напитки. И мы раньше готовили ферментированный напиток из капусты, но сейчас мы решили разнообразить наше меню. И овсяный квас это один из тех напитков. Поэтому смотрите, делайте и будьте здоровы! Итак, овсяный квас. Наши ингредиенты на трехлитровую банку. Это 600 грамм овса, столовая ложка меда или горсть изюма и где-то полтора-два литра чистой родниковой воды. Мы хорошенько промываем овес и высыпаем его в трехлитровый бутыль. После этого мы добавляем туда изюм и все это дело заливаем родниковой водой. И данный квас настаивается в течение четырех дней. После этого мы его процеживаем и готовый квас отправляем в холодильник. И пьем по одному стаканчику с утра. Обычно все ферментирующиеся напитки у меня стоят на кухне. Чтобы они были на виду и чтобы я их не забывал помешивать один или два раза в день. Поэтому я вам рекомендую оставлять ферментироваться данный напиток на виду на кухне, чтобы вы могли его помешивать. Прошло четыре дня и наш овсяный квас готов. И сейчас я его буду сливать. У нас получился вот такой напиток. Он хранится в холодильнике и принимать его в течение дня по желанию. Продолжение следует...